Состояние жилого фонда Запорожья доходит до коллапса. Улица Лизы Чайкиной, дом 66. Весь набор коммунальных проблем. Канализация и кровля основные. В крыше зияют дыры, а местами вообще нет шифера. Как и реакции чиновников на проблемы жильцов. В 2013 году я им говорила. Они сказали, в 2014 покроем крышу. В 2014 пришел звоню, они говорят, в 2015 году. Вот это мы положили, потому что у нас там на этаже щитовая. Мы положили, потому что льется, а там сыр. Вот это, где там наложено на чердаке, вот это чип, чтобы вода... Трубы в воде... Нет, забивали, потому что женщины... А почему там трубы в воде? Трубы все в дырах. Они ставят манжеты. Варить они не варят, потому что там вода нельзя варить. Они ставят манжеты. И вот это манжеты у нас по всем трубам. Историческое 29. Этот дом проседает уже не первый год. Жильцы бьют тревогу, стены расходятся. Просто проверить, но сложно заставить чиновников что-то сделать. Это у нас так расходится дом. Перепад 12 сантиметров на полтора метра. Теперь мы сейчас берем отсюда и снимаем дальше. Следующий полтора метра будет 11 сантиметров. И дальше будет 10 сантиметров. То есть получается перепад на только на одной моей квартире 33 сантиметра. Годами пишут во все инстанции. Желаемой реакции пока нет. Такие проблемы общие практически для всех запорожских многоэтажек. Жильцы говорят, устали ждать действий чиновников. Что-то делают сами. Проводят субботники и восстанавливают детские площадки. Видно, что эта площадка детская площадка. Если дети будут относиться к этому труду немножко с уважением, то будет все здесь хорошо и красиво. За пару месяцев активного сотрудничества запорожцевой команды Владимира Буряка кронировано десятки сухостоев, на детских площадках завезен песок, покрашены и убраны десятки дворов. Но если все это делается без участия ответственных чиновников, возникает вопрос, за что тогда платят запорожцы коммунальщикам. А главное, куда тратятся их деньги. С этим вопросом запорожцы пошли в КП «Зеленстрой». В этом году «Зеленстрой» выиграл тендер на кронирование деревьев. Из городского бюджета выделили 4 миллиона гривен. Но аварийные деревья все так же стоят у детских площадок, подъездов во дворах и в парках. Директор «Зеленстрой» утверждает, ответственность за выполнение условий тендера, оказывается, лежит и на КП «Основание». Неделю спустя жители уже двух районов, «Заводского» и «Ленинского» ожидали чиновника у «Основания». Еще раз заявить о своих проблемах в текущих крышах и неремонтах запорожцы в сопровождении юристов пошли уже к директору отделения КП «Основание». На какие действия сейчас вы рассчитываете? На вашу помощь. Есть дыра в крыше. Ее надо устранить. Назовите срок ее устранения. Все очень просто. Или ее не надо устранять. Это публичная казнь какая-то. Истинная казнь, говорят люди, это жить в таких условиях. Поэтому готовы бороться. Такая реакция чиновников могла бы остановить одного человека. Но сообща можно изменить систему и добиться результата. Поэтому вместе с юристами команды Владимира Буряка пошли дальше в департамент ЖКХ. Все эти заявления приняты к рассмотрению. Более того, исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ господин Рудынок обещал решить эти вопросы в течение двух недель. Проблема в самой системе управления жилищно-коммунальным хозяйством, говорит Александр Рудынок, изменить ее было бы правильно. Как и открыть информацию. Информации в департаменте ЖКХ никакой не должно быть тайной. Никакой. То есть должны быть все типичные списки по ремонтам подъездов, по ремонтам крови, по ремонтам лифтов. Я с этим совершенно согласен. Чиновники обязались выполнить работы по десяткам обращений горожан. Совместными усилиями удалось заставить чиновников обратить внимание на неработающие лифты и открытые люки, аварийные канализационные трубы, подъезды и кровлю. Некоторые проблемы уже устранены. Всего за юридической помощью к Владимиру Боряку обратились 105 запорожцев. В результате в различные инстанции Запорожский городской совет, департамент ЖКХ, КП «Основание», «Зеленстрой» направлено более 300 обращений. С помощью людей города Запорожья, с помощью юристов мы заставим сегодняшнюю власть выполнять те функции, которые на них возложены. Другого я сегодня не вижу. Мы не будем бить окна или кричать что-то. Мы будем нормально в юридическом правовом поле добиваться выполнения тех функций, которые эти же жители возложили на сегодняшних чиновников. Контролировать исполнение требований будут юристы и объединение горожан, созданное по инициативе Владимира Буряка. Сейчас в него входят представители всех районов Запорожья. Продолжение следует...